Дарине было всего два месяца, когда она стала героиней проекта «Спасти ребёнка». Кроха на свет появилась с редким генетическим заболеванием и нуждалась в особом питании – дорогостоящей специализированной лечебной смеси. От неё зависела жизнь малышки, но собранные во время марафона средства питания закупили. Сегодня, спустя год, девочка живёт в Ижевске и продолжает получать помощь. Основное лечение – это специализированное, как называемое, лечебное питание. Это в данном случае аминокислотная смесь, в которой выделена или удалена аминокислота и мегатрицин. То есть без неё. Но, к сожалению, на сегодняшний день этот препарат не зарегистрирован в России, и аналогов у нас нет. Это только за рубежом. Карина Грицук из Печоры больше полугода проходила курсы химиотерапии в Санкт-Петербурге. Осенью девочка с лимфомой Ходжкина достигла ремиссии и вернулась домой. Сейчас Карина продолжает учёбу. У Богдана Решетникова сразу после рождения обнаружили патологию пищевода и проблемы с лёгкими. Он перенёс сразу несколько операций. Благодаря помощи неравнодушных семья получила лечение и в Санкт-Петербурге. И вот сегодня Богдаша уже учится выговаривать слова и ползать. Нашу юную воркутинку Юлию в Московском научно-практическом центре имени Дмитрия Рогачёва прозвали легендарной за стойкость характера. В борьбе с остеосаркомой она пережила не только блоки химиотерапии, но и множество операций. Чтобы сохранить жизнь девочки, врачам пришлось ампутировать повреждённую ногу и часть бедренной кости, которую заменил эндопротез. Недавно девочка вернулась домой. Под контролем врачей получает иммунологическую терапию и готовится к выпускным экзаменам. Химиотерапию пришлось пройти и маленькой Софье Никитиной. В полгода у неё обнаружили острый миелоидный лейкоз. Сегодня малышка готовится к пересадке костного мозга в Санкт-Петербурге. А юный ударчанин из Благоева, Павел Жучев, операцию по трансплантации уже пережил. В мае врачи ему поставили диагноз – идиоматическая апластическая анемия. Это тяжелое гематологическое заболевание. Сейчас Павел учится на дому. Правда, заядлый футболист пока не может заниматься любимым видом спорта. Зато увлекается рэпом. Слова и музыку сочиняет его старший брат. А Павел читает. Прости меня, мама, за все обиды. Прости меня, мама, за всю причиненную боль. Прости меня, мама, за то, что не был сильным. Но знаю, мам, родить тебя я достану до звезд. Маленькая Юлечка Разумова из Эшвы пока дышит и питается только при помощи специализированных приспособлений. Но есть надежда, что после лечения эти аппараты снимут за ненадобностью. Еще один малыш, Демир Атанаса, виск Тевкара, тоже начал поправляться. Кроха сейчас находится на лечении в Санкт-Петербурге, в педиатрическом университете. Ему поставили шунт. А после Нового года планируют закрыть стому. И самое главное, медики уверяют, жизни ребенка уже ничего не угрожает. У Родиона Неболица тем временем начались новые курсы химиотерапии. Затем новое обследование и, возможно, лечение в Москве. Счастливо закончилась и история Наргизы Угановой. Девочка страдает так называемым синдромом бабочки. Любое прикосновение к ее коже приносит боль, но нашей героиней она стала по другой причине. У девочки, от которой отказались родители сразу же после рождения, было большое желание обрести любящую семью. Недавно сокровенная мечта Наргизы сбылась.